Серьезная нехватка финансирования и жесткие рамки законодательства в вопросе бездомных собак в городе делают решение проблемы визуально тупиковым. Однако руководитель администрации предлагает вариант ловить, отправляя вначале в питомники читы, а потом продумывать механизмы транспортировки и содержания животных в районах Забайкалья и даже в соседних регионах. Сложной остается и ситуация с ДМРСУ. У нас есть очень серьезная кредиторская задолженность у данного предприятия. Обратили внимание, что в этом году не произошло и не могло произойти того, о чем мы говорили в предыдущие годы, на предмет максимального охвата ремонта всех дорог в рамках БКД именно ДМРСУ, потому что мы прекрасно понимаем, что ДМРСУ с этим не справится. Если бы мы пошли по пути, который был ранее, мы бы с вами увидели то, как примерно происходит у нас сейчас на улице Нового Блеварна. Это, к сожалению, улица Нового Блеварна – это моя боль, а подрядчиками является как раз ДМРСУ, а субподрядчиками массы других организаций. Частично исправить ситуацию призвана недавно созданная в чате организация МКУ благоустройства, которая будет выполнять смежные с ДМРСУ задачи. По, так скажем, судьбе ДМРСУ у меня есть представление. Сейчас, как только мы окончательно решим все вопросы, которые связаны с финансовой деятельностью, с кредиторами, со всеми блокировками счетов, тогда я вам озвучу, что мы будем делать дальше с ДМРСУ. По мнению Ины Щегловой, чтобы избежать в новой организации подобных проблем, первые два года всю внутреннюю финансовую и хозяйственную деятельность необходимо будет вести вручную и работать в рамках муниципальных заданий. Интересовали журналистов и концессионные проекты, в частности, работа по освещению Читы. Концессия была уже заключена. Здесь в данном случае весь переход того имущества, которое они обязаны обслуживать на сегодняшний день и менять освещение. В рамках заключенной концессии они уже это делают. Мы все передали. Соответствующие акты все подписаны. Набор у Белл-региона, в данном случае светосервиса Байкалья, которая была создана компанией здесь в рамках имеющейся концессии, уже приступила к работе. Мы видели, что по Ленину у нас уже были заменены некоторые светильники. Как пояснил руководитель администрации города, эта концессия предполагает два этапа, в том числе освещение тех районов Читы, где света на улицах никогда не было. По этому направлению сейчас готовится проектно-сметная документация и по плану в следующем году начнутся сами работы. Рассказала Инна Щеглова и о проблемах транспортных. Несмотря на то, что зарплаты в троллейбусном управлении подняли до 70 тысяч рублей, сотрудников не хватает. Трудится лишь половина от необходимого количества. «Алерон» предлагает и 100 тысяч рублей людям, которые должны вывозить у нас мусор и, к сожалению, никак не могут набрать людей. И я просто столкнулась с той историей, когда у нас действительно все те, кто имеют соответствующую квалификацию, они, конечно же, занимаются в большинстве своем либо вахтовой работой, ну, не даже не в большинстве, а в основном вахтовой работой, либо занимаются частным извозом, в том числе через те агрегаторы, которые у нас есть. Инна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, вот как изменилась Ваша жизнь после того, как Вы пришли в город? Может, у Вас времени стало больше свободным или, наоборот, меньше, график как поменялся? И откуда Вы черпаете информацию о проблемах городских? Как люди на Вас выходят? Какие Вы предпочитаете? Здесь, конечно же, все, все сферы жизни, начиная от отопления, заканчивая правильным формированием дорожной сети. Ну, все-все-все, собаки, все те позиции, которые печалят людей. Времени у меня свободного стало кратно меньше, то есть его практически вообще нет. Мы работаем круглосуточно, потому что возникают у нас ситуации и ночью, и утром, и днем, естественно. Откуда черпаю? Черпаю в основном информацию из своих социальных сетей, пользуюсь Вашими информационными ресурсами. Что меня радует, что в большинстве случаев я узнаю о тех проблемах, которые печалят жителей раньше, чем средства массовой информации. Это уже хорошо. Вера Садулина, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.